В 2003 году была образована служба госнаркоконтроля. Это был вызов той ситуации, которая сложилась в стране. Наркомания стала бичом нашей современности. Нужно было ей как-то противостоять. За прошедшие годы было многое сделано. В этом году сотрудники госнаркоконтроля отмечают 11-ю годовщину со дня образования самой молодой специальной службы на территории Российской Федерации. На праздничном мероприятии в Ленинском районе побывала наша съемочная группа. Начиная с 2003 года территорию Ленинского района обслуживает оперативный отдел 6-й службой управления ФСКН России по Московской области. С 1 июля 2013 года после реорганизации к ведению отдела отнесли и территорию городского округа Домодедово. Сотрудники отдела, а это 20 человек, занимаются выявлением крупных поставок наркотиков, пресечением каналов, разрабатывают групповые преступления в составе организованных преступных сообществ. 11 марта сотрудники отдела, а также представители правоохранительных органов, администрации, духовенства, общественных организаций собрались в историко-культурном центре города Видное на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников органов наркоконтроля. За эти годы сделано немало. Я отмечаю сейчас работу нашего отдела по городам Видное, Домодедово. И хочу сказать, что на территории Ленинского района в прошлом году было изъято 63 килограмма наркотиков. Из них более 50 килограммов героинов. Это страшные цифры, конечно, но они показывают о вашей эффективности. Количество преступлений, связанное с незаконным оборотом наркотических средств в Ленинском районе, к сожалению, не уменьшается. Это связано с тем, что район находится на пересечении федеральных трасс недалеко от Международного аэропорта Домодедово и соседствует с Москвой. Но сотрудники отдела делают всё возможное, чтобы наладить ситуацию. Вот, к примеру, прошлый год был самым успешным в истории работы отдела. Было изъято около 80 килограммов наркотика. Большинство составило наркотическое средство героин. Было выявлено 9 наркопритонов только на территории Ленинского района. По 7 из них уголовные дела были направлены в суд. Было несколько проведено успешных достаточно разработок, некоторые из которых завершились уже в наступившем, в 2014 году. Так самое последнее, это был прикрыт канал поставки наркотических средств Гашич, 5 килограмм из Москвы на территорию Видного, а также более 200 грамм героиня, также в ходе разработки изъято. Потреблением наркотических средств среди молодёжи крайне обеспокоено и в Видновском станичном казачьем обществе. Поэтому казаки сотрудничают с отделом 6-й службы, помогая решать непростую проблему. Мы участвовали в римях, наши ребята повсеместно оказывали поддержку. Казаки всегда стояли на страже интересов и законностей, как государства, так и гражданина, человека. Мы считаем, что мы и дальше должны участвовать в этой нелёгкой работе. Работа в службе госнаркоконтроля трудная, но здесь нет случайных людей. Всех их отличает смелость, честность и преданность выбранной профессии. 15 лет работает в правоохранительных органах Елена Булкунова. Нелегко работается, но каждая служба по-своему интересна и трудна. Поэтому в мои обязанности ходит контроль за легальным оборотом наркотиков. То есть это медицинские учреждения, фарм-учреждения. Я проверяю, чтобы работали они все с лицензиями. Осуществлялся оборот наркотических, психотропных веществ в соответствии с законодательством. За отличные результаты в оперативно-служебной деятельности сотрудников отметили наградами. Руководитель ансамбля «Родничок» поздравила всех с праздником исполнения казачьих песен. Распрощалась с милым порогом, проводила слава казака, плотком слёзы вытирала, путь дорожка будет лень. Лариса Вольнова, Александр Ильина, Талия Буслаева, Видное ТВ.